Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Садридинов Ильдар и я рад вас приветствовать на очередном выпуске исторических портретов. Я студент третьего курса Института международных отношений и староста студенческого научного кружка «Дым Отечества». У нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и архивоведения, известный казанский историк Светлана Юрьевна Малышева. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Ильдар! Вопросов у меня очень много и хочется обсудить колоссальное количество тем. Пожалуй, начну я с такого вопроса, который слышал, наверное, каждый из исторического факультета, преподаватель и подавно. Вот почему вами был выбран именно исторический факультет? Вот, например, дедушка в детстве рассказывал истории про Николая Второго, про Сталин, у меня историк, и у кого-то там были сказки, у меня были истории про коллективизацию и индустриализацию. А вот у вас как получилось? Ну, вопрос не так прост, как кажется. Я росла в семье историка и химика, мама была химик, технолог. Но путь мой был не столь прям, поскольку в подростковом возрасте все-таки я себя видела не историком, а математиком. Я очень увлекалась математикой, алгеброй, была зачарована вот этим миром формул, и я была уверена, что я буду поступать на математику. И надо сказать, что у меня родители были очень тактичные, потому что отец никогда не давил. Когда я выразила желание стать математиком, в доме появились книги по математике, занимательная математика, великие математики. То есть никто на меня не давил, но где-то вот, наверное, уже ближе к выпускным классам все-таки пришло понимание того, что мое это гуманитаристика. Но опять-таки это была не история. Это были иностранные языки, это был интерес к Южной Америке, к Латинской Америке. Я даже выучила испанский язык и думала, что я буду поступать, ну, либо в МГИМО, либо на романо-германское отделение. Но сложилось так, что в Москву меня родители не хотели отпускать, поэтому выбор был либо филфак, либо истфак. И я достаточно долго бродила между двумя столами соответствующих факультетов, но в результате все-таки победил истфак. И вот так был выбран мой путь. А почему выбрали именно отечественную историю? Почему не примкнули к мощной антиковической школе, например? Опять-таки я шла очень извилистым путем, потому что на первом курсе я таки примкнула к антиковической школе. Первая моя работа была именно на вот кафедре всеобщей истории, кружок античный понедельник, в котором я тоже целый год состояла. Но потом я все-таки пыталась заняться историей Латинской Америки, она меня не отпускала. Второй курс это была история Латинской Америки. А на третьем курсе в университет пришел мой учитель, Альтер Львович Литвин, и он сказал, так, все, будем заниматься гражданской войной. Вот так я оказалась отечественным историком. Да, ну и продолжим тему студенчества. Может быть, кто-то из преподавателей у вас остался в памяти, кто-то, возможно, оказал на вас такое наибольшее влияние. Кто это может быть? Вы знаете, я училась в то время, когда нашими учителями были, ну, не побоюсь этого слова, личности, крупные личности. Поэтому я помню их всех. Даже тех, кто, может быть, преподавал один семестр недолго. Конечно, были корифеи. Все эти имена вы знаете. Это, конечно, Григорий Наумчевульсон. Я думаю, мы отдельно еще об этом поговорим. Это Альтер Львович Литвин, это Индус Рязак Читагиров, Рамзик Алимчевалеев. Да, то есть это люди, которые, собственно, Шоуфман Аркадий Семенович. Да, то есть замечательные имена практически всех. Я помню, каждый что-то давал потрясающее. Меркосым Абдуллахат Чисусманов. Я помню, он меня потряс на первом курсе. Потому что, ну что, мы пришли из школы, это была история России, начиная с Киевской Руси. Киевская Русь, централизованное государство, и вдруг он открывает перед нами историю степи. Огромный мир, который вот где-то там, который, в общем-то, в учебнике истории, в общем-то, мелькал, ну, только в виде Орды. И это было потрясение, конечно. Как читал Аркадий Семенович Шоуфман. Он нам начал читать курс, который он собирался написать учебник. История красоты. То есть история древнего мира, это еще была история красоты. Как рождается красота. То есть каждый был открытием. И вот такая творческая обстановка, такая интересная обстановка. Конечно, нам было интересно учиться. Ну, можно представить, наверное, какие-то две основные истории. Ну, две истории. Самая, пожалуй, веселая такая, известная, интересная. И, может быть, такая самая печальная, может быть, чтобы представить вполне обстановку исторического факультета те дни. Ну, насчет печальных историй, они, конечно, связаны были с потерями. Я помню, мы поступили на первый курс. И буквально в первый семестр умер профессор Шамов. Мы все участвовали в погребении. Это было очень такое печальное и немножко такое вот то, что действительно нас насторожило, напрягло, что в жизни есть смерть, да? То есть вот о чем мы тоже поговорим, да? И там было и нечто, наверное, поучительное, потому что мы поняли, что мы часть корпорации. И если кто-то умирает, мы участвуем. Потому что все студенты в этот день занятий не было, все были на погребении. То есть это вот такая грустная история. Веселых было множество. Веселых было множество. У нас были и преподаватели с большим чувством юмора. Веселого было много и на практиках различных. Практики у нас были потрясающие. Это археологическая практика. Просто сама по себе это сюжет для съемки комедии. Это была педагогическая практика, еще более веселая. Потому что тогда студенты отправлялись в пионерские лагеря в качестве вожатых. А поскольку действовала комсомольская организация, мы были не просто вожатые. Мы были комсомольский отряд вожатых. С командиром, комиссаром и со всеми прочими удовольствиями. Это было очень смешно. Оттуда много веселых историй сохранилось. Не буду, конечно, о них рассказывать. Ну, то есть студенчество было, оно не только было творческое такое и наполненное наукой, учебой, но и весельем тоже. Да, в основном свои практики. Там тоже можно целый документальный фильм, наверное, снимать. Да, ну и плавно мы перейдем к теме науки. Вот мой как бы путь такой исследователь, наверное, он начался с ним недавно. Я с ним один поехал в другой город на конференцию, никогда не выступал. И вот знаете, когда выступал, понял, что выражения поджилки дрожат. Это вот буквально может быть. Мне интересно, а как вот ваш путь в науку начался? Какая может быть была первая конференция или статья, может быть? Если говорить о первой научной работе, то, наверное, это была курсовая работа. Потому что студенты с первого курса в мое время начинали писать курсовые работы. Это была действительно научная работа. Это вот как раз та самая смешная история, поскольку я не знала тогда, что необходимо консультироваться с научным руководителем. То есть я выбрала тему на кафедре всеобщей истории, поскольку античный понедельник, это была, как сейчас помню, тема по античности. Гай Светоний Таранквилл. Жизнеописание 12-ти Цезарей. Я взяла эту книжку, стала писать курсовую работу, и моему научному руководителю Владимиру Ивановичу Кощееву принесла уже готовую работу. Он посмотрел на меня и говорит, как, разве вы у меня пишете? А вы же не приходили на консультацию. Я говорю, а что, надо было? То есть никто не сказал студентке-первокурснице, что надо ходить консультироваться. Но это было такое увлекательное дело, написание первой работы. Как потом, я понимаю, это была работа по источниковедению, поскольку это был источник. Вот это была, наверное, первая работа такая была, научная. А вот именно первая конференция, может быть, когда это была не курсовая, а скорее что-то уже статья, может быть, научный доклад? Научная статья первая, это уже мы публиковались под защиту кандидатских диссертаций. Уже студентов как-то не очень принято было публиковаться. Но я помню эти первые статьи, поскольку, когда я готовила кандидатскую диссертацию, и она уже была посвящена специфической теме гражданской войны. Но когда я выбирала тему по гражданской войне, Алексей Львович сказал, тебе же нравятся вот иностранные языки и так далее, давай я тебе дам тему по интернационалистам в гражданской войне. Вот заодно вот выучишь, как он мне так выкатил сразу, чешский, польский, ну венгерский еще давай, вот давай учи, иди учи, сказал он. Я честно взяла учебники, учила, по-чешски я потом читала, да, с венгерским было хуже, да, польский мне не зашел, не понравился. Вот, и это были работы, посвященные историографии, историографии отечественной и зарубежной, и работы, посвященные легионерам. Как сейчас помню, первая была опубликована в журнале «Панорама», был такой бывший спутник агитатора, а вторая в том же году была опубликована в журнале «Татарстан», бывший журнал «Коммунист Татарстана». Вот, и я даже помню первый гонорар, 48 рублей, у меня корешок до сих пор лежит, гонорар за вот эту статью, потому что журнал «Татарстан» платил гонорары. Вот так что молодой автор обрел еще и счастье в виде денежного бонуса такого. Ну, перейдем, наверное, из сферы науки в сферу педагогики. А вот вы помните, как вообще началась ваша карьера педагога, как может быть была первая пара в качестве преподавателей, занятия? Забыть невозможно, потому что первую лекцию я прочитала на втором курсе. Тогда у нас вел курс «Новые истории» Равиль Наврузгалеевич Имангалеев. И он раздал студентам доклады, мы их всех писали, эти доклады потом сдавали. У меня был доклад, опять-таки, по Латинской Америке, Симон Боливар, освободитель. Он почитал мой доклад, ему понравилось, он говорит, так, вы у меня прочитаете в моем курсе лекцию про Симона Боливара. И он меня поставил на трибуну. Это было, конечно, жутко страшно. Я тряслась, потому что это была огромная аудитория лекционная, где читают поточные лекции. На двойке в нашем корпусе, на 14-м, как сейчас помню, этаже стояла я на трибуне. А сидели в аудитории мои сокурсники, весь наш поток, три группы, которые меня страшно поддерживали. Они мне всякие там знаки делали, давай, держись, не робей. Я прочитала лекцию, не помню, как я ее прочитала. И потом мои сокурсники мне сказали, молодец, все было отлично, только мы записать ничего не смогли. Ты тараторила со страшной силой. На нервной почве я, конечно, тараторила. А уже как преподаватель, это был, наверное, 91-й год, когда я получила первую свою нагрузку. И первая моя группа были заочники. Заочники, я вела у них курс, как сейчас помню, архивоведение. Причем это была очень-очень возрастная группа, они практически все были из села. И вот по моим воспоминаниям, им практически всей группе было где-то под 40. Я не знаю, как они так все собрались туда, заочники. Но вот это первое впечатление, я захожу в аудиторию, говорю, здравствуйте, улыбаюсь им. И мне улыбается такой вот человек 20 пар железных зубов. Вот это было тогда, ну, видимо, стоматологии было плохо. То есть люди были возрастные, многие были уже, так сказать. Но они были замечательные. Я вот эту группу вспоминаю очень тепло, нежно, потому что они так старались. Они по специальности были. Там кто-то механизатор был, кто-то вот, то есть такие люди, которые работали на земле. Но они очень старались. Они выполняли все задания. И в конце, когда я должна была принимать у них зачет, я помню вот это выражение счастья, когда они пришли такие все довольные, подготовленные и с букетом цветов. То есть эту группу я очень хорошо помню. Замечательная история, особенно про студенчество. У нас тоже так один раз вышло, что студент читал лекцию, но не на втором курсе. Удивительно. Да, ну и вот, когда, кстати, у вас появилась такая первонаучная груз, когда вы стали сотрудником нашей кафедры отечественной истории, то вот каково вам было работать, когда вот такие именитые историки рядом, они совсем недавно, казалось бы, у вас за чего-то экзамены принимали, вели пары, а вдруг они теперь не преподаватели ваши, а коллеги? Надо сказать, что на кафедре я появилась чуть раньше, да, поскольку я все-таки училась в аспирантуре, и аспиранты уже были членами кафедры. И аспирантуру, я была сначала аспиранткой кафедры истории СССР советского периода, она тогда так называлась, ее возглавлял Индус Резак Читагиров. Это была достаточно большая кафедра, и, соответственно, аспирантов было очень много. Аспиранты участвовали во всех работах на кафедре, помогали всегда, то есть это не было такого, чтобы аспирант пришел только к своему научному руководителю. Аспирант — это полноправный член кафедры, который должен присутствовать, вести работу. И я очень хорошо помню, что вот эта многочисленная когорта аспирантов во время заседания кафедры очень любила, там стоял такой шкаф, и все прятались за шкафом, в надежде избежать, что называется, внимания излишнего к себе. Но на этой кафедре я пробыла год, а затем в 89-м году была создана кафедра историографии и источниковедения, ее создал мой учитель Альтер Львович Литвин, и я перешла на эту кафедру в качестве первой аспирантки вот как раз новой кафедры, то есть так получилось. И это было замечательное время, потому что кафедру мы создавали как бы все вместе, то есть он руководил, естественно, он тут же затеял ремонт на кафедре, мы все лето ходили, контролировали строителей, поливали цветочки, то есть кафедра была нашим домом, и это было тогда нормально, когда кафедра — это дом, и члены кафедры — это члены семьи. И отношение, соответственно, к молодым преподавателям было такое же. То есть никто не подсиживал, все помогали, посещали лекции, подсказывали, как лучше, подсказывали литературу, но Алексей Львович, как руководитель, у него вообще очень сильно вот это чувство научного отцовства. Он за всем следил, он не стеснялся никогда ходить просить за своих сотрудников, за своих аспирантов, он боролся, он отстаивал, то есть он был борец за кафедру. Ну и, пользуясь случаем, наверное, поговорим немножечко о таких известных и знаменитых историях, с которыми вовлся жизнь, учеба и работа на историческом факультете. Ну и, пожалуй, первым в этом списке будет Булатов Израхманович Султанбеков, ваш отец и один из известных историков Татарстана, внёсший вклад в историополитические прессии в СССР. И вот мне было бы интересно знать, как вы думаете, повлиял ли он в некоторой степени на поступление в университет, на исторический факультет? Ну, безусловно, потому что история была в нашем доме всегда. И это вот та самая полоска света, которая воспитывает, полоска, как говорят, ребёнка воспитывает полоска света под дверью кабинета отца. Там даже была не полоска света, у отца был такой огромный, приогромный дубовый стол, за которым он работал, стояла его машинка печатная, а на торце этого стола лет с пяти сидела я. Рисовала, писала что-то такое, делала вид, что я тоже занимаюсь научной работой, то есть я, можно сказать, выросла на торце этого стола, поэтому влияние, конечно, безусловно. И вообще хочу сказать, что мне очень повезло, потому что оба моих родителя очень любили свою профессию. Это важно, чтобы ребёнок видел, что родители любят своё дело, то, что они делают. Мама была фанатка своего дела, потому что она инженер-технолог, который строила, можно сказать, три завода. Три завода было в её жизни, последний завод «Оргсинтез», на котором она очень много лет проработала, создала лабораторию центральную. Она горела своей работой, и отец горел своей. И дома всегда обсуждалось вот это, это всегда было очень важно, это была одна из ценностей. Бабушка тоже у меня была такая же, да, то есть она была просто вот учительница по рождению, и она очень боролась за свою профессию, потому что в дореволюционной деревне крестьянской девочке из бедной семьи заявить, что она будет учительницей, да, это было, это был подвиг, и она добилась своего. То есть, конечно, вот эта ориентированность на то, что человек в жизни должен состояться в профессии, это в семье было всегда. И история, она витала, да, вот она где-то витала, но никогда не навязывалась. Никогда. То есть, отец был вообще человек потрясающий, потому что вот есть люди, которые рождены для определённой профессии. Вот он был рождён для истории. И у него было потрясающее свойство, которое не каждому историку даётся. Он любил в жизни, больше всего его интересовали люди и книги. Вот книголюб, он был просто потрясающий. Огромная библиотека, где он знал каждую книжку в лицо. И каждая книжка испещрена его пометами. И люди. Люди для него был такой интересный собеседник. Он из любого человека делал бесценный источник исторической информации. Он вообще не верил в существование людей, которым неинтересна история. Вы просто не умеете их спрашивать. То есть, каждый человек у него становился носителем бесценного знания. Я помню до сих пор капремонт, лето. Вот буквально это какие годы, наверное, были. 17-18, он же старенький довольно-таки. За окном висит чеченский мальчик-строитель, который обшивает балкон. То есть, централизованная такая обшивка балконов. Через какое-то время отец исчезает. Я его ищу по всей квартире. И обнаруживаю, что он ведет задушевную беседу с этим юношей. Тот ему рассказывает захлеб про историю своего чеченского села. Отец рассказывает, как он в Дагестане работал. То есть, это призвание. И в этой среде невозможно было неинтересоваться историей. Ну и непосредственно у нас в студии присутствует книжка. Недавно ваша работа. Недавно вышедшая. Хотелось бы продемонстрировать. Очень надеюсь в ближайшем будущем ее прочитать. Да, ну и непосредственно, когда я готовился к интервью, я обнаружил, что у вас также есть с ним совместно написанная работа, посвященная политическим репрессиям в Катарстане. И вот мне было бы интересно знать, каким он был даже не сколько отцом, сколько он был ким-следователем. Что он требовал от себя? Требовал от соавторов? Ну, конкретно говоря о вот этой книге «Трагические судьбы», она скорее не результат нашего сотрудничества, а результат его великодушия. Дело в том, что после защиты кандидатской диссертации было в планах опубликовать какую-нибудь небольшую книгу. Но в планах было, но тогда не сложилось с ней. И он сделал вот такой великодушный жест, он меня просто взял в ту книгу, которая была уже в издательстве запланирована. То есть я стала вот соавтором, что называется, именно исключительно благодаря его поддержке великодушия. Там отдельные сюжеты, отдельные работы, посвященные, но у меня вот конкретно личностям историческим. И его, собственно говоря, большая часть в этой книге, она тоже посвящена персоналям. Это был его специфический такой взгляд на исторический процесс, взгляд через личности, через людей. Его интересовало, как взаимоотношения этих людей, формальные, а чаще всего неформальные, как они фактически создают вот эту ткань истории, как они двигают процесс вперед, потому что в нашем представлении в обывательском очень часто история движется сама собой. Нет, это не так. И он показывал, что многие решения, они были совершенно понятно связаны с взаимоотношением определенных личностей, которые действовали в то время, с их иногда спонтанными какими-то решениями. Вот этот момент, персональный момент истории, его интересовал больше всего. И перейдем, наверное, непосредственно к вашему научному руководителю, Алтару Львовичу Литвину. И вот мне было бы интересно, какой он был непосредственно в работе. Может быть, он чем-то отличался как раз-таки от множества историков, с которыми вы работали. Каждый, конечно, из историков, из поколения, скажем так, моего отца, поскольку все учителя, о котором мы говорим и будем говорить, это поколение моего отца. Ну, плюс-минус, да. То есть многие из них друзья. Алексей Львович был другом моего отца. Так же, как Индус Резак Читагиров, так же, как Рамзик Алимчевалеев. Они были коллегами и друзьями. То есть это было нормально. И Алексея Львовича я знала с детства, но руководителем моим стал он, конечно, вот уже на третьем курсе. Он сначала руководил моими курсовыми работами, был моим научным руководителем по курсовым. Потом я поступила в аспирантуру к нему. У меня был вариант, потому что меня звал еще Григорий Наумович. Но почему-то XIX век меня совершенно как-то не влек тогда. Да, и Алексей Львович дал мне тему вот как раз по историографии гражданской войны. А потом уже при его консультировании я писал докторскую диссертацию. То есть он мой учитель по жизни, учитель с большой буквы. Учителем он был очень внимательным и, я бы сказала, очень строгим. Вот как раз Алексей Львович, его отличала вот эта строгость, вот эта требовательность. Он был очень требователен к себе и, соответственно, очень требователен был к другим. Он практически никогда своих учеников не хвалил. То есть услышать от него, ну ладно, хорошо, это было вот высшей похвала. То есть он никогда не хвалил, он всегда требовал. И всегда требовал, ему было интересно наличие каких-то идей новых. Он всегда говорил, это его любимая фраза была, нужны новые идеи, нужны новые идеи. И мы с Аллой Аркадьевной часто вспоминаем, как во время обсуждения предварительного на кафедре, вот уже последние годы его работы, кандидатских диссертаций, он просто доводил до обморока защищающихся, потому что, выслушав вот эту длинную тираду, он задавал один-единственный вопрос. Он говорил, а что вы хотели сказать-то? Мысль-то, идея-то в чем? То есть его так сразу ответить на этот вопрос, но это был ключевой вопрос. Что вы хотите внести в науку? То есть вот этот вопрос у него был всегда. То есть он был очень строгим руководителем. Но при этом он был, что называется, вот я уже говорила, в нем было вот это чувство научного отцовства. Все его ученики были его детьми, членами его семьи. То есть он отслеживал карьеру, судьбу своих учеников, он устраивал их на работу, старался, помогал, подсказывал. Он потом следил за успехами, он давал советы, он периодически приглашал на беседу, если нужно было там что-то такое или похвалить, или поругать. То есть вот это то, что немцы называют доктор-фаттер. То есть они это говорят как руководитель диссертации, который в обиходе называется доктор-фаттер. Вот он был отец доктора, называется, отец кандидатской. Да, отец по жизни. Поэтому я часто говорила, что он как второй отец по своим ученикам. Нам, мне во всяком случае. А может быть будет какая-нибудь яркая такая история, которая вот как маркер обозначит, каким он был человеком, может быть? Вы знаете, он был заботливым не только. Вот такую вещь, может быть, многие не знают. Вот он рано лишился отца, и достаточно быстро, трагически погибла мама. У него было три сестры. И он для этих трех девочек стал фактически отцом. То есть сам юноша, он поднял, поставил на ноги трех сестер. То есть очень рано ему пришлось на себя взять. И вот это человеческое качество, брать на себя определенную смелость, ответственность за других, вот это было очень важное качество. Потому что мы всегда знали, что он защитит, он стоит за спиной, он поможет, он посоветует. Вот для нас, для его учеников, для членов его кафедры, скажем так, да, он был таким защитником. Это очень важное качество. Это мужское качество. Ну и говоря про таких известных историков, мы не можем, конечно, не упомянуть Игоря Петровича Ермолаева. И вот я помню, как на первом курсе Алик Олегович нам достаточно часто говорил, что вот когда он только пришел, он достал уже самые последние годы, но тем не менее он упоминал, что на каждой паре он говорил, мол, каждый историк должен писать хотя бы одну страницу в день, иначе он выходит из рабочего ритма на целую неделю. Как бы вы могли бы охарактеризовать его и как историка, и как преподавателя? Я его помню прежде всего, как преподавателя, который прочел нам очень-очень важный курс. Это был первый семестр, первый курс, и он читал курс «Основы творческой лаборатории историка». То есть как историк должен выстраивать свою деятельность. Это было очень важно для студентов первого курса. То есть как работать с литературой, как делать конспекты, как делать выводы, как вести свою картотеку библиографическую. То есть он дал нам очень много в плане методики. Потом он читал нам курс истории, тоже один из курсов по истории. И, кстати говоря, если вы не знаете, у Игоря Петровича не так давно вышел трехтомник курса «Истории России», то есть общий курс истории России, легенда просто его курс по хронологии. Это вы, наверное, знаете по исторической хронологии. То есть вот с этой стороны впервые он открылся мне именно как методист. И вот этот его совет по поводу написания. На самом деле этот совет я даже слышала не от Игоря Петровича, а от Григория Наумча Пульсона. Это, наверное, был такой вот общий совет, который давали молодым историкам, что нужно научиться не только говорить, нужно научиться излагать свои мысли на бумаге, а для этого требуется тренировка. Григорий Наумч, насколько я знаю, требовал от своих аспирантов писать по страничке в день. Но не знаю, насколько этот подход был потом востребован, потому что наша жизнь такая, что писать каждый день – это очень большая роскошь. Да, и сейчас любой преподаватель вам скажет, что, господи, дай бог раз в неделю хоть что-то написать. Да, это был прекрасный совет для начинающего, молодого человека. В общем, я считаю, что это должно быть включено в учебный процесс. Да, ну и помянем, конечно, Индус Рязаковича Тагирова. Это такая очень важная, пожалуй, фигура для исторической науки. Как вам показалось, каким историкам, какой личностью может быть во время преподавания и работать совместно? Вот Индус Рязаковича Тагиров читал нам курс по истории России, по истории Татарстана. И, конечно, студентами это было потрясающе, потому что он читал без конспекта, память потрясающая. Я считаю, что многие его работы, конечно, тогда мы читали очень мало, какие-то основные работы, в 70-е уже вышли у него работы. Потом, читая его работы, я понимаю, насколько огромен его вклад. Мы еще, наверное, сегодня не можем его оценить, насколько огромен его вклад именно в историю татарского народа, в историю Татарстана. Потому что то, что он сделал, не только, я имею в виду, там, истории 20-го века, но ведь он участвовал еще и в процессах реабилитации, так же, как мой отец. Он участвовал в процессах реабилитации, вытаскивания из этого забвения самых выдающихся лидеров, деятелей татарского народа, и культуры, и политики. Это во многом его заслуга. Его заслуга, да, то есть это, одной этого было бы достаточно, чтобы он навсегда вошел в историю исторической науки, но ведь он еще и политический деятель, об этом не будем забывать, да. То есть его вклад вот в этот процесс становления нового Татарстана, он огромен, огромен. А меня еще Индус Рязакович всегда очень потрясал своей мудростью. Мы сидели с Аллой Аркадиной много лет вот в диссертационном совете под руководством Индус Рязаковича, что меня потрясало каждый раз. Чему бы ни была посвящена диссертация. То есть иногда темы были такие, что я вообще рот не открывала и некомпетентно в этих темах. Но Индус Рязакович, казалось, вот он так слушал в полуха всегда диссертанта, но в конце его резюме, его высказывание по теме меня всегда потрясало. Ощущение было, что он вот те два часа, что шла защита, он прочитал, успел талмуды целые томов по этой теме, да. То есть он как-то вот так подмечал. Это мудрость. Это мудрость, это опыт, это знание исторического процесса. Ну и закончим мы, пожалуй, Григорием Наумовичем Ульсоном, по количеству, конечно же, не по значению. Такой очень известный историк Советского Союза. Ну и вы, конечно же, были с ним знакомы. И у вас в том числе выходила статья в 2003 году «Сборники уроки Ульсона». Как бы в целом вы могли бы дать ему такой словесный портрет, может быть, как-то описать его личность в науке, в преподавании, в последневной жизни? Ну, Григорий Наумович Ульсон – легенда. Это легенда нашего факультета. Ну, начнем с того, что фактически с него наш факультет-то и начинался. Потому что он был первым студентом после того, как в 1939 году открылся исторический факультет. Да, долгое время у нас не было его. Для меня он человек еще и близкий, потому что среди вот этих первых студентов 1939 года была моя тетя, старшая сестра моей мамы, Галимана Сырована Абдулхакова. И они с Григорием Наумовичем были одногруппники. Они дружили. То есть для нее он был Гриша. Гриша. Они учились, но в 1941 году, как вы знаете, Григорий Наумович ушел на фронт и вернулся уже без ноги. Вернулся. И что ему стоило учиться, обрести себя в карьере, стать историком, это только он, наверное, знает. Он был потрясающий лектор. Он очень интересно читал. Причем читал он не просто о правлении, о определенных периодах. Он читал о личностях. О личностях императоров в том числе. Проводя как-то архивную практику много лет назад в архиве, я обнаружила, что мои студенты о чем-то шушукаются. Они нашли среди документов донос на Григория Наумовича. Причем это какие же годы-то были, господи, 50-е что ли. На него написали донос, что он возвеличивает царей, когда читает курс по истории России. То есть он это делал уже тогда. Плюс Григорий Наумович потрясающий методист. Его ученики, его аспиранты, они постоянно находились под его чутким методическим руководством. Потому что он прекрасно знал, как выстроить исследование, какова должна быть структура. То есть это была одна из, наверное, таких очень важных школ на нашем факультете именно по методике создания научной работы. И его ученики до сих пор вспоминают вот это. И тоже в нем было вот это научное отцовство. Он тоже собирал в кучку всех своих учеников, следил за их карьерами, поддерживал, помогал. Но вот этот патернализм, он был свойственен вообще тому университету, который я помню. Мы перейдем непосредственно уже к вашим научным взысканиям. И вот помню, когда вы у нас начали вести пары, когда я посмотрел, какие вы работы пишете, мне тоже поразило, что работы написаны в таком нетипичном как будто бы направлении для Советского Союза. То есть это, возможно, вы их выбрали, потому что это было тогда только-только в новинку и только-только разрушился вот эта марксистская идеология, согласно которой очень много работ было написано. Если говорить о том, как темы формируются, то это то ли дороги, которые мы выбираем, то ли дороги, которые выбирают нас. Потому что одна тема следует за другой очень логически. Только вы начнете заниматься какой-то темой, тут же будет выходить на первый план по итогу вашей работы та тема, которую непременно надо поизучать. То есть это вот всегда так. Как вот с праздниками то же самое. Изучала историю революции, историю гражданской войны. Стало интересно. Вот символический универсум вот этого революционного процесса, значит, праздники. Изучала праздники. Там очень интересно, что не только праздники, ведь и погребальные обряды новые появляются, тема смерти вылезает. То есть одна тема тащит за собой другую, скажем так. То есть это процесс творческий тоже, формирование исследовательских интересов. Но вы сами это знаете и узнаете, я думаю, еще. Да, вот тоже меня на первом курсе очень сильно впечатлило, что фактически изучить можно что угодно, в какой угодно период. Это было для меня настоящим открытием. Такое очень интересно. Ну и непосредственно работа, которая, пожалуй, меня больше всего интересует из, так сказать, вашего научного арсенала. Это она у нас представлена вот здесь. Это работа на миру Красна по инструментализации смерти в Советской России. И в целом, если я не ошибаюсь, данное направление имеет название. Это Dead Studies. Что именно Dead Studies в вашем понимании? Надо сказать, что историческая танотология, то есть изучение истории смерти, это только очень малая часть этого поля. Потому что, собственно говоря, это междисциплинарное пространство, в котором представители самых разных дисциплин изучают вопросы, связанные со смертью. То есть это и медики, это и психологи, это и историки, это и социологи, это и представители сейчас цифровых различных дисциплин и знаний. То есть религиозные деятели, то есть религиоведение, теология тоже интересуются этими проблемами. Это огромное поле, где мы занимаем такую небольшую позицию, но достаточно значимую позицию. Потому что все-таки историческая танотология рассматривает, как изменяется вот это отношение к смерти. Вот, на мой взгляд, мы сегмент этого важного поля, но все сегменты этого поля, они между собой очень тесно связаны. То есть нельзя игнорировать то, что создают наши коллеги на других участках этого поля, этого пространства. Да, и может быть у наших зрителей, и у меня тоже, когда я только-только начал погружаться в эту тему, мог возникнуть вопрос. А, непосредственно, зачем это изучать? Какой это дает эффект? История смерти — это часть знания человечества о себе самом. Потому что мы очень часто судим о народе, о том или ином периоде, о той или иной власти, о том, как относятся к смерти, как относятся к старикам, к детям. То есть это важные очень ипостаси человеческого бытия, антропологические моменты человеческой жизни. А если говорить о книге, поскольку все-таки там есть слово инструментализация, здесь вспомним Бадрияра, который говорил, что именно на заставе смерти образуется власть. Смерть — это очень важный инструмент властвования. Инструментализация смерти, использование культа мертвых — этим занимаются все правительства во все времена. Это очень важный инструмент властвования. И о том или ином периоде, о том или ином правительстве мы можем многое узнать, когда изучаем, как именно используется вот этот культ мертвых. Да, вот тоже я когда писал какие-то свои курсовые работы, писал некоторые доклады на конференции, меня это тоже очень поражало. Когда я смотрел на историю Советского Союза на самый ранний ее период, все это становилось таким интересным, уникальным, как были красные похороны, как вырабатывали эти обряды, прокрематория тоже. Это очень интересно и было для меня настоящим, пожалуй, научным открытием. Я также читал интервью Сергея Мохова, думаю, о котором вы мне тоже рассказывали. И на один из вопросов он ответил, что Dead Studies в России развивается крайне слабо. И, казалось бы, это очень странно, потому что Россия — страна, которая достаточно много раз проживала самые разные потрясения. Как вы отвечаете на вопрос, почему так может получаться? Я не могу сказать, что это поле развито сейчас слабо, поскольку много достаточно работ выходит. Буквально несколько дней назад мне написал молодой человек из вышки, который защитил магистрскую диссертацию. Ему было интересно мое мнение о его диссертации. Он прислал работу, посвященную тоже теме смерти, дореволюционный период. То есть постоянно выходят новые работы, их много. Другое дело, что эта тема у нас стала рассматриваться достаточно поздно. То есть мы начали изучать историю смерти с большим отставанием. Мало всегда было внимания к этой теме смерти. Причина, очень трудно сказать, на самом деле это общее состояние исследований. То есть общая оторванность от мировой историографии – это одна сторона. Другая сторона, почему мало развивалась эта тема – это и специфика, наверное, российской ментальности, специфика отношения к человеку в России. Потому что в России человек как таковой, может быть, скажу крамольную мысль, он никогда не был на первом месте. Личность, индивидуум всегда был вторичен. Первым всегда был коллектив. Была ли это соборность, либо советский коллектив, человек всегда был не так важен. Вот это, наверное, не знаю, это сила наша или беда это наша, но история смерти обращена прежде всего к личности. Есть замечательный исследователь, философ, литературовед Лидия Гинсбург. Она в 20-е, 30-е годы, 20-е века писала свои записки, дневник, где размышляла о смерти в России. Она писала свои записки в блокадном Ленинграде и тоже размышляла о смерти. У нее масса интересных философских размышлений об индивидуальном и коллективном смерти. Почитайте, я думаю, вам будет интересно. Я написала о ней статью тоже небольшую, о ее понимании смерти. Да, ну и непосредственно перейдем уже к теме. В работе, можете поправить мне, если я окажусь неправ, вы описываете, как похоронных жертв Первой мировой войны, которые проводились именно в тылу, задавали некий пантеон героев. Как вы думаете, почему советская культура похоронная имеется в виду, конечно. В некоторой степени это переняла, несмотря на то, что она находилась в достаточно жесткой оппозиции к дореволюционной культуре. Надо сказать, вот большевики потрясающе могли использовать те идеи, которые существовали до них. Я в свое время писала вот когда о календаре, вот этот параллельный календарь мусульманский и православный, как они использовали в первые годы. И они точно так же использовали вот этот опыт Первой мировой войны и те тенденции, которые существовали, они использовали их двояко. То есть, с одной стороны, культ, не сформировавшийся культ, так в России он и не сформировался, культ павших Первой мировой войны, он был перенесен на Красных героев, инструментализировался как культ Красных героев. С другой стороны, вот это неизбежное явление, страшное явление каждой войны, И фронтовой фатализм, равнодушие, презрение, я бы сказала, деэмоциональное отношение к смерти, которое обычно присуще не тылу, а фронту, оно в годы гражданской войны, к сожалению, было перенесено на территорию всей России. То есть вот эта двоякая вещь и, соответственно, развивалась вот эта инструментализация двумя путями. Культ героев и пышной похороны для вождей героев и минимальное такое погребение, минимальная эмоциональность в отношении похорон всех остальных. То есть эта вот дуальность, она сохранялась, она была заимствована именно из войны. Вот такой достаточно значительный аспект, посвящен феномену красных похорон, и он тоже очень интересовал, и до сих пор интересует, конечно. И вот почему он вообще появился? Какова была причина появления? Почему нельзя было, условно говоря, хранить людей по-старому? Надо сказать, что вот среди ритуалов, среди обрядов самый консервативный, это во всех культурах, это обряд погребения. Потому что человек может свадьбу праздновать по-новому, дни рождения детей и так далее. Но похороны – это самая консервативная часть культуры. И большевикам, поскольку им необходимо было заменить прежнюю обрядность, христианскую обрядность, религиозную обрядность собственной, естественно, нужно было что-то сделать и на этом поле. Сразу скажем, что здесь успехи были намного меньше, чем во всех остальных частях замены обрядности. Но если говорить о красных похоронах, то есть вот этот ритуал, то он, в общем-то, был адресован аудитории всей российской, но развивался вот этот ритуал по-разному. То есть та часть обрядовая красных похорон, которая касалась погребения вождей и героев, она потихонечку превратилась вот в то, что мы называем кремлевские похороны. То есть пышные, с массой, так сказать, нововведений, красных ритуалов. А вот предназначенная для населения часть вот этих красных похорон, она не очень прижилась. Она не прижилась даже в городе. То есть были отдельные такие попытки создания вот таких безрелигиозных похорон, но уже во второй половине 20-х и в 30-х годах стало понятно, что этот эксперимент не удался. И граждане, в общем-то, спокойно переходят опять к прежним обычаям, которые очень сильно смахивали на вот религиозные. И сами большевики писали в своих отчетах, что Москва 95%, это 40-й год, 95% по наблюдениям обследователей погребений совершается по религиозному обряду. Мне вот стало интересно. А вот получается, если мы говорим, что этот обряд очень консервативный, меняется очень неохотно, но тем не менее все-таки были люди, которые хранили по-новому. Это были только революционеры, которым это как бы было положено по их статусу, то есть иначе им было нельзя. Или это, может быть, были какие-то идейные люди, которые хотели исключительно так, или может быть это кто-то еще? В первые годы рабочие очень хотели ввести вот этот, как они говорили, беспоповский обряд. Но есть интересные письма Троцкому, которые писали как раз рабочие питерских заводов. Они говорили, мы хотим хранить по-новому, но мы не знаем как. Вам, коммунистам, хорошо. У вас там есть песни ваши, у вас товарищи речи говорят, а нам как? Мы вынуждены звать папа, потому что хочется нам хоронить по-новому, но у нас нет элементов, нет обряда, нет ритуала. То есть желание-то было, но потом в результате все равно все возвращалось на округи своя. Хотя экспериментирование в этой сфере было потрясающим. Было даже такое, что пионерские похороны придумали. То есть пионеры, если умирает там пионер, хоронят только пионеры, без взрослых. То есть описано тоже в литературе, у Масленской вот этот обряд пионерских похорон. Но все это экспериментирование оказалось недолгим. Скажем так, недолгим. Да, ну и конечно нельзя так обойти строну этот вопрос. Существует такая тенденция или мысль, что в советской России в самый ранний период существовал культ кремации. Существуют разные мнения по этому поводу. А вот именно какова ваша позиция? Зачем это, условно говоря, было? Был действительно культ? Или может быть это просто приносилось как такое новое технологическое новшество? Какова ваша позиция? На самом деле было то и это. То есть с одной стороны, конечно, это было желание оторвать от религии. То есть поскольку церковь была ярым противником кремации. Это в рамках борьбы с религией, естественно, было желание продвигать кремацию. С другой стороны, в 20-е годы время вот этого восторга перед технологическими новинками Запада, желание принадлежать к этому миру. Но мне думается, что все-таки основная причина вот этого ускоренного, я бы сказала, экстренного продвижения кремации, это была ситуация гражданской войны. Когда в городах огромная смертность, огромная смертность, которая даже превышала троекратно, в Москве, в Питере, троекратно превышала рождаемость. И одновременно реформа погребальной сферы, когда советскими хоронами оказывались люди, которые ничего не знали о погребальном деле. И описывает журнал того времени погребальный коллапс в Москве и Питере, когда тела, трупы не захоранивались неделями на кладбищах. То есть в мозгу тогдашних руководителей возник вот этот образ, что необходимо строить крематории, поскольку и земли не хватает, и кладбища переполнены, и мы не можем справляться с этим потоком покойников. То есть это еще и практические были проблемы. То есть все вот это в комплексе, необходимость борьбы с религией, желание, так сказать, быть впереди планеты всей вместе с Европой, и вот самые насущные практические нужды. Все это обусловило вот этот восторг перед кремацией 20-х годов, который был, участие, скажем так, общества и у некоторых руководителей. Потому что, естественно, не все горели, так сказать, желанием гореть, да, но тем не менее, да, это было. Тем не менее, это было. Ну, мы так плавно подошли к следующему вопросу, который я хотел бы задать. И вот, читая исторографию по теме, ознакомились с разными источниками, меня вот всегда поражало то, насколько иногда они бывают страшными, что это достаточно жутко, и вот, наверное, наши зрители тоже, особенно такие впечатленные люди, подумали, ну, чуть ли не в состоянии шока были. И вот как вы можете абстрагироваться от этой темы, потому что она бывает очень сильно давлеет? Ну, вы знаете, это же часть профессии, то есть источники, то же самое хирург, который боится внутренности, разрезая пациента, да, то есть ему не место в профессии, поэтому, да, документы бывают страшные, документы бывают потрясающие. Я помню, что отец рассказывал, когда в свое время, в 90-е годы, он впервые изучал документы, он тоже был в комиссии по реабилитации, занимался реабилитацией, он изучал судебно-следственные дела, документы допросов, доносы, которые содержались в наших архивах. Вот тогда он был потрясен, он приходил просто домой потрясенный, что один человек может сделать с другим человеком, когда он получает власть, да, доносы, доносы, которые писали друг на друга, известные деятели, гордость нашей науки, культуры, литературы и так далее. И тогда он сказал фразу, повторил, вернее, за Яковлевым, председателем комиссии всесоюзной, уходят образы незапятнанных людей. Вот это страшно. То есть люди, на которые ориентируется нация, люди, на которых молятся, да, их образы уходят незапятнанные. Вот это разочарование, это тоже страшно. Это очень страшно, очень пугающе, очень не хотелось бы оказаться сейчас в такой ситуации. Ну и на секундочку мы вернемся к такой положительной ноте, к Игорю Петровичу Ромалаеву. Андрей Юрьевич нам многократно его цитировал. И одна из цитат была такая интересная очень, что историк — человек, который постоянно погружен в чтение. И вот тоже как бы и на себе, и на очень своих знакомых, ведавателей, и своих товарищей, я заметил, что очень во многом читательский круг формирует в том числе и некоторые мысли на бумаге. Вот какую книгу вы сейчас читаете? Это, знаете, как я бы уточнила, историк, который постоянно погружен в чтение чужих текстов. Это беда, которую мы всегда с коллегами обсуждаем, потому что мы бы хотели постоянно читать книги, но мы постоянно читаем тексты наших учеников, тех, кого рецензируем. Да, вот буквально, так сказать, я к вам пришла от чтения двух ВКР моих студенток-лингвисток. То есть это тоже есть, это вот часть профессии, когда хочется читать книги, а читаешь тексты. Но если говорить о тех книгах, которые вот на столе лежат и читаются, они самые разные, конечно, но последнее, то, что вот я в руки брала буквально недавно, приезжал в Казань недавно, очень интересный человек, краевед, бывший учитель, который много лет занимается историей своего села. Маленькое село в Астраханской области. Шамиль Курбангалиевич Серожидинов, я использовала как-то его книгу как раз для написания части вот этой книги, и он написал очень интересную книгу, он много лет собирал воспоминания своих односельчан. И он опубликовал достаточно толстый такой труд, воспоминания жителей села Новобулгары, да, это очень интересно читать. Да, мы как-то восхищаемся, вот, допустим, там, трудом Леруа-Ладюри, да, Монтаю, Оксетанская деревня. Там в этих воспоминаниях история села и история страны тоже, да, то есть это очень интересно читать, это очень важная вещь. Это вот то, о чем мы с вами говорим, создание источниковой базы, да, создание источниковой базы, и мне было действительно интересно это читать. Тоже вспомнил про деревню Монтаю, и тоже вспомнил, как из таких небольших рассказов, казалось бы, обыкновенных людей, устраивается такая очень большая мозаика, и понимаешь, как многогранно может быть понимание каких-то исторических процессов, непосредственных очевидцев. Все это складывается только очень интересно. Да, мозаик? Да, действительно мозаик. Ну и закончим, пожалуй, такой научный пункт. Мы очень много с вами говорили про известных историков прошлого, сейчас я хочу с вами поговорить об историках настоящих. Попросите их архитерзовать буквально одной фразой или, может быть, историей. Ну и начнем мы, конечно же, с Артема Валентиновича Кристианинова. Ой, Артем Валентинович просто замечательный человек, ну он наш ученик, да, он выпускник нашей кафедры, и вот прежде всего скажу, он просто замечательный человек, добрый, и его черта великодушие. Вот это так редко встречается в людях, да, он очень великодушный, но при этом, что бы он ни делал, он делает это как бы легко и просто, без натуги, без показа, каких усилий этому стоит и так далее. Это очень замечательное, великое качество, я бы сказала, мужское качество. Вот, то есть он замечательный человек, и на мой взгляд, он очень хороший историк, я думаю, в будущем он будет одной из наших гордостей исторической науки, то есть это следующее поколение, это следующее поколение нашего ИСТФАКа, института, да, нашего института. Да, я присоединяюсь к теплым словам, думаю, ему будет очень приятно услышать такую похвалу. Ну и следующим человеком будет Александр Алтайрович Литвин. О, Александр Алексеевич, наш вождь, как мы говорим, наш вождь, руководитель нашей кафедры, я бы сказала, очень выдержанный, мудрый человек, потому что даже страшно примерить, представить, что ему приходится переживать со всеми нами, то есть огромный кафедр, там под 40 человек, каждый со своими проблемами, вопросами, он, наверное, прирожденный руководитель, то есть он умеет как-то гармонизовать вот этот весь коллектив, да, и найти к каждому подход, понимать каждого, это искусство, это искусство. И он прекрасный лектор еще, то есть он прекрасный лектор, его лекции, но я думаю, вы тоже слушали его лекции, и вы можете сказать, что это правда. Его слушать просто потрясающе. Да, да, есть такое. Ну, следующим человеком будет Евгений Александрович Чилинцев. Скажу так, это наш декан, это наш декан, мы его выбрали, последний наш выборный декан, и это, наверное, наша боль, то, что его, мы не смогли его сохранить, мы не смогли, он рано очень ушел, и это просто, вот, это боль всего факультета, я думаю, это боль всех нас, всех наших коллег, мы до сих пор с Аллой Аркадьевной часто говорим, не верится, что его больше нет, все время кажется, что вот он где-то рядом, он тоже человек из моей студенческой юности, я помню, как они молодые, с его тоже товарищем, как раз Владимиром Ивановичем Кащеевым, как они вели у нас занятия, как они шутили, как они, как сейчас говорят, прикалывались над студентами, да, то есть он друг, он друг, он товарищ, он воплощение вот этого демократического духа нашего факультета тогда, и, к сожалению, этот дух ушел слишком рано. Да, это не может не печать, на самом деле, я, к сожалению, его не застал, но очень много наслышан. Прекрасный человек, прекрасный историк. Ну, следующим будет ваш многократный соавтор, или, короче, не буду сказать, соавторша, Елена Анатольевна Мишленкова. Елена Анатольевна, это подруга, это, не побоюсь этого слова, сестра, человек, с которым, в общем-то, по жизни мы связаны очень тесно, многими связями, несмотря на то, что много лет мы уже, так сказать, не живем в одном городе. Елена Анатольевна, если вот кратко, поскольку мы характеризуем, я бы сказала, она очень смелый историк. Она очень смелый историк, смелый исследователь, потому что многие горизонты, которые мы открывали, вот с начала двухтысячных, открывались по ее инициативе. И она не боится перемещаться между темами, регионами, идти в какие-то новые такие пространства, где еще никто не бывал. То есть она большой историк, конечно. Ну и, конечно же, тоже ваш соавтор, соавторша, простите, и тоже, наверное, ваш товарищ и друг Алла Аркадьевна Санникова. Да, тоже подруга, близкий очень человек. И надо сказать, что Алла Аркадьевна еще успела побывать моим педагогом. То есть она тоже, будучи молодым преподавателем, она еще успела мне преподавать один из курсов. Я ее помню в этом статусе. А потом вот уже мы стали подругами. Алла Аркадьевна историк, безусловно, очень большой, глубокий, но я бы охарактеризовала ее как фанатичного источниковеда. Вот это человек, источниковед до мозга костей. То есть так, как она любит и знает источниковедение, но я не знаю, кто бы еще мог. То есть она достойный продолжатель, как она говорит, внучка Лапа Данилевского. То есть поскольку Нина Михайловна тоже из этой когорты, внучка или правнучка Лапа Данилевского. Да, она воплощает фактически источниковедение в нашем университете. Сразу же вспоминаю экзамен по источниковедению. Да, печальные воспоминания. А нет, после на них, кстати, хорошие. Это прекрасно. Да, ну и, пожалуй, последний человек, Матислава Юрина Малышева. О себе говорить всегда трудно, да. То есть, как говорят, есть четыре разных человека в каждом человеке. Это тот, которого знают остальные все, тот, кого знают близкие, тот, кого знает он сам, и тот, кого знает Бог. Если определять себя самой, то я, в первую очередь, любопытный исследователь. Вот это, наверное, моя сущность. То есть, мне интересно что-то новое узнавать, лезть в какие-то новые темы. Вот это, наверное, сущность. Вот это любопытство, исследование, это моя сущность. Ну и перейдем уже к такой заключительной рубрике. Блиц. Я задаю короткий вопрос, вы отвечаете, может быть, не коротко. И, кажется, я знаю ответы, которые вы отдадите. 19-й или 20-й век, и почему? 20-й. Дело в том, что он объясняет нас, сегодняшних, и то, где мы находимся. Междисциплинарные подходы, или такие классические? И то, и то. В принципе, они неотделимы. Это просто инструменты. Не надо обожествлять ни тот, ни другой. Это просто инструменты. Ну вот локальная история, к которой мы чуть-чуть ее коснулись, или же глобальная? Это единая гидросистема. То есть, река без притоков не бывает, да, и притоки без реки мелеют. То есть, это гидросистема, соединенная между собой. Да, ну и вот два последних вопроса, от них, которых меня больше всего, наверное, интересует. Учить или учиться? Учиться. Работать в коллективе или индивидуально? Только индивидуально. Путь только индивидуальный. Путь у каждого свой. Спасибо большое за то, что пришли на интервью. Оно было для меня очень важно и значимо. Вы принесли к нам в студию свои работы. За это большое спасибо. Мы, конечно, тоже хотим вам ответ дать себе большой презент. Это букет цветов. Замечательная преподавательница, которая оказывает мне очень большое влияние. Спасибо большое за интервью и за цветы. Прекрасно. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. А я напоминаю, у нас в гостях была Светлана Юрьевна Малышева, профессор, доктор исторических наук и просто замечательный человек. Спасибо вам большое. До свидания, дорогие телезрители. Светлана Юрьевна Малышева Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok